Я хочу сегодня поговорить, мы сейчас находимся в нашей Мишне. Горе людям от обилия Торы. В качестве одного аспекта, который, не знаю, обратили когда-то внимание, есть очень такое, повторится много раз, выражение в Танахе, ну, при этом сейчас вместе открытое, расширим, в самом начале, первая глава, четвертый стих, буквально будем радоваться, веселиться с тобой, или с тобой, бах, бах – это две буквы, бе-тей-ха-в. Это вот бах, который относится к Всевышнему, он напоминается в многих местах, и в другом контексте, не только в смысле веселья. Допустим, вот, что у меня открыто Таилим, 7-7 глава, 2-й стих, я буквально по твоей сенью, я на твою сенью полагался. И еще такие места есть, баха, шам, элокай баха бетахты, тебе я полагался. Или есть там еще место, где говорится, он очень любимый напев арабитского зильбера, бе-хаа шем хасиси, ло-й войша ло-лам. На тебя, Всевышний, я полагаюсь, и никогда не буду опозорен. Очень любимый им. Нигун, он подходил ему, вся жизнь его до этого, это было бе-ха шем хасиси. Хасисион, это один из 10, 10, 10 выражений, так сказать, бетахон, что приводит хвазлогов в конце. Это одно из 10. Хасисион. Что такое бе-ха? Что такое бе-ха? Вот, и наши мудрецы открыли такой маленький секрет. Он сказал так, что бе-ха, это бе-те-хав, что 20, это 20, это 20, 22, это именно намек на буквы ТОР, 20 буквы ТОР. И я вам скажу историю маленькую. Когда Хасиси был два года, или три года, я же не помню, два или три ему было тогда, он очень верно заявил, что он знает все ТОР. Что такое? Я знаю все буквы, это было написано. Так вот, кажется, что он будет так. Бе-ха, бе-те-хав. Почему потому что бе-те-хав уже 20 буквы? О. О, и тут есть, вот, на этом месте Широшири, который я сейчас привожу, там приводится два, два друши на этот счет. Бе-ха, бе-и-шу-а-сехо. И второй, это бе-ха, бе-ха, ба-та-ра-техо. Кой-失енко, вот. Будем радувствовать ТОР. Эту вещь надо объяснить, это вещь очень серьезная, глубокая, я немножко коснусь ее. Ну, тут есть два объяснения, одно касается святой Расгематрии, это бахабет варатеха, потому что бахабет 22, это те буквы, зная которых, знаешь все Тор, как говорил Хазуныш маленький. Наверное, это те буквы, которые нам раскрыты, и второй друж, это бахабет ищуатеха, это уже без гематрии, это уже друж. Ну, я хочу немножко это объяснить, и то, и другое. Во-первых, начнем, то, что касается нам сегодня в Хануко. Есть в Рамбаме, хоть Хануко, она говорит, что в Хануко нам заповедано симх, радость, веселье. И Рамбам не имеет в виду веселья, трапезы и вина, не имеет в виду. Это в Хануко не только заповеди у нас. Есть веселье и без того, и без этого, мы это хорошо знаем. В чем это веселье, в чем это веселье и радость? Пишут, мы считаем, в начале книги, что шик-сознам, там мысль отворца, в Таине-Жега, что он в итоге достойлся, лейтенега, 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 лейтенега – Ратмазим Шкарнато. Радоваться, быть радым, удовлетворяяем, чувствовать радость со Всевышним. И, по-настоящему, это место, это удовлетворение, это мир грядущий. Это гранди, в начале и в начале. Есть и в этом мире два раскрытия, два раскрытия Всевышний в этом мире. Одно, это через, раскрывается в этом мире его правление. Как правило раскрывается? Есть разные уровни. Человек, который видит даже просто естественный мир, без чудес, без чего-то особенного. Он видит великую мудрость этого мира, созданную величайшим Творцом. Мудрость творения, она свидетельствует о мудрости Творца. Это тоже причина для радости. Но здесь есть еще и еще больше. Когда в этом мире мы видим, мы постигаем в этом мире, что есть высшее влияние и на этот мир. Поэтому, хотя и сказано, «Хокни тан влой авор», дан закон, который не приступается, но Всевышний, он, да, изменяет законы природы, если нужно. И масло, которое уже грозит день, не грозит двое, не грозит восемь дней. Понимаете, все эти вещи, то есть чудеса, которые Всевышний, главное, в нашем мире, имеют две стороны. Одна просто сам факт выхода из рамки законов природы, а вторая – это то присутствие Всевышнего в этом мире, которое проявилось через это. Потому что присутствие Всевышнего в этом мире, которое проявилось через чудеса – это причина большой радости. это также объяснить слова «бехаба ишуасаха». То есть, когда мы видим «ешуа Ташем» – спасение Всевышнего, то мы радуемся этим спасением, мы радуемся творцом, потому что он в этом спасении проявился. «Бехаба ишуасаха». Это одно. Второе. Есть, не помню сейчас точно откуда это, и слова, которые стали очень известным напевом на Симхат Тора. «Ногиль выносит из безуса Тойра» «Ки гирона ой-о-о-о» Как там говорить дальше? «Озвеора». Если «Ногиль» – это «Гиль» – это состояние преподенности, радости постоянное такое. То же самое «Сосон». «Сосон» – это веселье будет, это взрыв веселья. «Гиль» и «Сосон» – это что-то постоянное. Мы говорим в Симхат Тора, многие люди носят из Базоса Тойра, радоваться, в сайте веселья с этой Торой, киран Озвора, потому что она для нас это сила и свет. Вот есть у нас две категории. Одна это раскрытие Всевышнего в этом мире через чудеса, через спасение. Это причина очень большей радости. Просто видеть, как Всевышний нам помогает, ведет нас в этом мире. И, конечно, то, что остается это больше, то нас живет более радостно, мягко говоря. Второе это здесь постоянно раскрытие Творца в этом мире, это в Торе. То есть, свет Творца, он максимально возможный раскрытие в этом мире, скрывает через Тору, это, как Дерахаше, в одном месте говорит. Словно, Тора, о Торе сказано в книге Зоар, Куча Бриху, Райсов и Срой Хаду, Тора, Всевышний Тора и Срой Ледины, значит, мы приправляемся, приправляемся, мы можем уже стоить с Единой с Творцом через его, через его Тору. Вся Тора называется, вся Тора является именами Всевышнего, которые мы, если бы могли их расшифровать, многое, чтобы мы постигли. Это смысл выражения Беха Тора Техо. То есть, точно так же, как мы упомянули слова Беха Бэйшу Асехо. То есть, через твои спасения, чудеса, которые нам являешь, мы радуемся с тобой. Так и Беха Бэйшу Асехо, чтобы это еще более явно, но Беха это Кав Бет, это Буквы, это Буквы, нашим Той Торой. То, Торой, Торой, мы рады С Торой, мы рады С Творцом, и нашу Касайца, тут, это Бэт Амисни, гилы смеха, веха, тут, и снимок на шминья цэля, симха стойру. Так, по-дашкамитатар. О. И, то же самое у нас есть, мы упомянули здесь две вещи. Есть еще, но я, то, что важно сегодня, это две вещи. Это нагиловность, махабах, это радуйся с тобой, со Всевышним, мы рады с тобой, с Всевышним, имеется в виду радость твоим, двумя открытиями в этом мире, спасением, и твоей Торой. Есть еще, мы упомянули сегодня, это Испшир Аширим, это Испшир Аширим, и сейчас я говорю про Испшир Аширим. Испширим, в нескольких местах, вопрос, синонимы слова битахон, хисайон, беха хасити, беха ошем хасити, в нескольких местах, беха олока батахти, это вопрос, уверенности, надежды, уверенность, уверенность Творца. И тут тоже, говорят, что мудрецы, беха бетаротеха, тут нет причины упоминать именно веселье, это не говорится. Там в Ширашим, что говорится про веселье, нагила, в лисмахах, говорится бетахон, не про веселье. Какой оказался именно бетахон, уверенность к Торе? Есть Тора, есть уверенность, как она вечно связана с другом. Я бы сказал очень простую вещь, потому что Тора в этом мире это истинный источник брахи и близости к Творцу. Мы уже говорили, не раз в разных уроках говорили, что после греха Адама то человеку было, человеку проклят, проклят в поте лица давать по хлебу. когда мы достали историю с Торы, пожалуй, в конце ваикру и ваик если вы будете трудиться на Торе, то это большая серия связанных брахот. То есть Кельчек это ставить свою жизнь, буквально он строит свою жизнь на Торе, на Торе, на Торе, это очень большая причина для уверенности. Бехаба Доротеха для причины для уверенности. Почему? Потому что это тоже связано с Творцом, это источник сказанных в Торе неоднократно брахи и богослови во всех наших делах. И я, конечно, имею в виду не только саму учебу, а также чтобы человек то, что делал, он исполнял. Просто немножко объясню это более точно. Бехаба Доротеха просто Абитахон уверенности. Значит, когда человек, допустим, у него есть ну, это очень стандартная ситуация, она часто встречается много-много раз. Вот человек испытывается тем, что предлагает вот сделать что-то такое не совсем по Торе, там ты можешь много заработать. Много заработать. А вот по Торе как-то вроде ты вроде бы не заработаешь так. Тут надо обрести уверенность в том, что истинная брахатия будет именно это, чтобы жить по Торе. Не помню, где это сказано, но эта вещь очень актуальна сегодня. я никому лично конечно не говорю. Сейчас в России непростая ситуация в смысле с кризисом экономическим. Вот сказано в одном месте, что человек, который иногда и такое понятие было когда-то в России, вы не помните его, наверное, Нвориш Непман. Это были люди, которые я не против них, это были достойные люди, я сейчас не осуждаю, я не против буржуев, мы же вышли из этих грязных пеленок коммунизма, но есть понятие, когда человек быстро заработал, быстро нахватал, я, знаете, Нвориш, понимаете, Непман, быстро нахватал. Еще когда остался бракой, а с священным своим честным трудом, порядочностью, очень хорошо, когда есть бракхат Всевышнего, то это пример бракхат Всевышнего, это просто надо увидеть в торе богатства наших отцов, Авраама и Сакаякова, очень богатым, очень богатым. Есть ситуация, когда человек хватает, не то, что ему буквально полагается, а говорит, что так хватает, у него быстро уходит. Быстро уходит. Быстро уходит. К чему я сейчас говорю? Я говорю понятие бетахон. Это очень вещь необходимая. Сейчас ассоциация в мире очень непростая. Версеславль непростая, Европа не предходит ни мнения. Ну что это что? Понятно что. Понятно что. Мы звоним из Фрампута в шаббат вопросом, что будут арабы бить стекла. надо издать в полицию или нет. Что? Ну сейчас по Франции в многих местах. Не просто сейчас в Европе. В России мир он мы видим сейчас в мире. Ситуация когда трудно ощущать себя уверенно. Трудно. Или хорошо или плохо. Очень хорошо. Почему? Потому что надо быть уверенным в том что можно быть уверенным. а в том что не надо быть уверенным лучше не опираться. И такая интересная гомора была батра. Приехали люди видели остров потому что много чего построили а потом вдруг этот остров перевернулся. Была большая рыба. Это очень глубокий намек. Это не надо буквально понимать. но люди сейчас строят величайшие здания на месте которое без фундамента. Мы же в мире где нет истины фундамента кроме Торы. Кроме Торы и Творца. Это то что говорили наши мудрецы Беха Батах Беха Ивтах Беха Батаратах В изучении Торы исполнении Торы жизни по Торе это там тут находится наш битахон наша уверенность. Идемте дальше. Вернуться просто сказать к нашей теме. Мы говорили здесь горе людям от принижения Торы после то что когда люди думают как можно быть уверенными как можно достичь и забывают что у нас есть единственная основа иногда можно поставить Торы это есть большая битва для Торы. И еще одну вещь мы вспомянули две вещи два вида радости радости спасения и радости в Торе. Эти вещи связаны друг с другом. Они их наиболее явно связаны в Пурим. Там говорится что заново приняли Тору в Пурим. Почему? Говорят Раши. Мы только вивут нас. Просто от радости которая у них была в виде великого чуда Пурима заново приняли Тору. И то же самое реальное у нас есть и в Хануку немножко более скрыто. Мы сегодня радости в Хануку радости чуда это известно что в Хануке очень начало развиваться шире вглубь протяжение устной Тору. Это в силу которую постигаем спасение Творца мы хотим этот свет который мы получаем и оставим его в виде его спасения мы хотим продолжать его дальше мы продолжим дальше его постоянно не только время открытых чудес а во времена во все времена даже во время тяжелой сокрытия лица одна устойчивая вещь это биха бутар а тихо и желаю вам всем хорошего последнего дня Хануке всем хорошего тихо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...